Это же какая-то прелесть получается, когда мы можем найти в городе Магнитогорске, в центре города Магнитогорска, вещи по очень дешевым ценам. И помните, мы вам здесь показывали, кстати, он здесь и остался, магазин стендового моделизма. Приходите, посмотрите, там клевые вещи. Вот, а сегодня, сейчас мы здесь для вас нашли, знаете что? Ледянки, санки и многое то, для чего необходим снег. А снег скоро будет. Поэтому все это из-за очень дешево только здесь. Да, мы рыскаем, да, мы понимаем, как необходимо для города Металлургов, и это обязательно должно быть. Цены вниз. Да, мы и будем это делать, да потому как цена вниз, а прибыль вверх. Так живет Орион. И так же живет компания по продажам велосипедов. И она работает для вас. Вообще, тема-то актуальная. Сколько жителей города могут в летнее время закачать-то в себя удовольствие, перемещаясь на великах, а? А? Представляете, мелкий город и весь на велосипедах. Город с юга на север это 12 километров. И с востока на запад максимум 3. И блин, без пробок-то? Ну, об этом безголовые подумают потом. А сейчас для тех, кто может с детьми радоваться снегу. Дети-то, кстати, сразу радуются. Вон, посмотрите, как они заводятся от одной мысли о том, что рано или поздно, но 3 месяца к ряду, а то и 5 будет у нас зима дивная. И вы уж точно мимо улицы Советской Армии 31А не пройдете и купите там санки. Ну, если и не купите, то вы неправильный никакой человек. Потому что это есть правило. У каждого ребенка должно быть то, что может покрутиться на льду и покатать и сына, и дочку. Да, и если вы хотите поднять наше производство, то именно санки. Да потому, как никто другой санок-то в том количестве не делает. Кстати, я все-таки вам рекомендую сюда прийти. Почему я вам рекомендую сюда прийти? Дело в том, что здесь представлено то, что делается в России. Вот так вот. Пермь делает вот эти вещи, которыми вы будете катать. То есть, если вы везете своего ребенка, то понятно, что надо его везти зимой, естественно, в санночках. Сейчас покажу вот эти санночки какие-нибудь клевенькие. Вот. Обратите внимание, как они выполнены, да? То есть, вот даже задние колесики есть. Это очень даже неплохо. Кстати, на этих санках его можно и наоборот ставить. То есть, вот это вы переставляете в ту степь, и ребенка получается качать лицом к себе. А сейчас я покажу вам то, что вот мне в детстве. Я когда-то в детстве вокруг такого очень долго ходил. Почему такая штука была, и я бы не хотел себе ее купить? Да хотел бы я ее себе купить. Просто такая штука, вот такая штука. В моем детстве она была чук и гек. Она стоила 25 тысяч рублей. Представляете, 25 тысяч рублей. Это как-то чересчур много было для молодого ребеночка. И поэтому я ходил, облизывался, говорил, и ничего не получилось. Сегодня и сейчас цена вот этого агрегата 2000, ну, с небольшим. То есть, когда мы говорим о том, что мы здесь находим, мы находим прежде всего дешевые цены. Ну, проходи, проходи, сын. Для того, чтобы его катить, в артулос вообще нет. Вот, 850 рублей. Тут, кстати, для взрослого человека. Посмотрите, как клево сделано. И мой сын тут же прошел, и он понимает, о чем речь идет. То есть, я, конечно, всеми фибрами души хочу, чтобы выпал снег. Потому как вот это все, и это для него. Еще раз говорю, что у меня нет мысли даже деньги на нем экономить. Пускай у него будет гораздо больше, чем было у меня. Да и по цене, естественно. Ну, представьте, раньше это стоило, по сути, столько же. Но зарабатывать мы стали в разы больше. Раньше это была 1,8 часть зарплаты, сегодня 1,20. То есть, есть возможность-то купить. Да, у нас самые дешевые цены. На санки, коляски, на санки, на коляски детские, электромобили. Большой выбор у нас. То есть, можно сказать, что далеко-то ехать и не надо. Потому что я вот место одно знаю, да, Орион у нас делается. Там очень дешевые игрушки. А получается, что самые дешевые коляски, санки, только здесь, получается, где? Мы находимся в торговом центре «Магнит», советская армия, 31А. Ну, вообще, у нас очень недорогие снегокаты. Снегокаты есть и со спинками, есть и высокие снегокаты, есть чехлы на снегокаты. А цена у нас от 1800 и выше. Есть двух амортизационные снегокаты. То есть, задние есть и передние. То есть, можно говорить о том, что покупка ребенку снегоката, либо санок, либо вообще чего-то, это не такое большое удовольствие? Нет, не большое удовольствие, конечно. Это вообще уже у нас норма жизни для развития ребенка, для зимних забав. Да, мы сегодня научились зарабатывать больше, но мы не научились тратить. Раньше машина нужна была для перемещения. Сегодня это обуза. У нас, по сути, был один коллекционер. Но дивно непонятный Губер его кончал. То есть, кончал тему перемещения на мощных, но старых автомобилях. А затем и кренделек понтоватый, кончал его в 600-й. Но тогда и сейчас, моя жена, зная о моих машинах, предпочитала меня в качестве водителя. А машины стояли. Но то, что творится сейчас, и это наше горе, то. Каждая семья имеет, ну, непотребное количество тачек, кои хранятся рядом с домом. И это кошмар. Но одна хорошо, две, ну, на всякий случай. А то, что нужно детям. И это не случай, это правило. Ребенок должен кататься и летом, и в снегу. Вы должны вместе получать кислород, коего в городе Металлургов-то мало. Но дышать-то надо. Вам вместе необходимо здоровье. А вот этого в ваших машинах вы и не получите. Вообще, надо понимать, что есть вещи, которые здесь стоят дешево. А дешевле, чем 700 рублей, вы ничего найти не сможете. Это колясочки, причем, грамотные колясочки так-то. В которой ребенок может и сидеть, и полежать. А есть такие вещи чуть подороже. Не совсем дорого, естественно. Вот эти коляски, они 3000 рублей стоят. Это покруче. 4000 рублей. Сколько здесь видов, я перечислять не буду. Но расскажу, что вы можете не только ребеночка тащить к себе лицом. Вы его можете и в обратном положении. Вот так вот. То есть он будет видеть, куда направляетесь. Кроме всего, здесь смотрите, вот эти клевые вещи. Так, оп, закрывается, и он вам скажет, о-ля-ля-ля-ля-ля. Вот. Естественно, все это и только для того, чтобы ваш сын или дочка были в нормальном состоянии души и тела. Но если вы вдруг внезапно не сможете прокатиться, а есть такие вещи, то вы катите его, да? А вдруг все-таки это асфальт? Потому что вы же живете все-таки в городе, да? Не каждый божий день по льду можно прокатиться или по снегу. Представляете, да? И что делать? Будете так напрягаться. А не надо напрягаться. Здесь есть замечательные колесики. Поняли так? Чуть-чуть... Поднакернились и все, и потащились. В смысле, поехали. Ну да ладно. Не в том суть дела-то. У нас еще принцип-то здесь какой. Спидкуэ. А тут еще нос. Вот это все делается у нас в России. Мы будем надеяться, мы совместили несколько понятий. И понять-то вы теперь должны, что правильнее это здоровье. Правильнее погулять вместе с ребенком. И совсем правильнее с ним покататься. Ну точнее, покатать его. Ну а место, где все это недорого, мы вам-то и показали. Ну так где же мы это все дело-то нашли? А вот здесь нашли. Советская армия 31А. То есть мы вам как-то показывали это место. Все то же самое здесь и осталось. Но сегодня и сейчас все для того, кто чуть меньше нас. То есть мы вам показывали стендовый моделизм. Это для возраста примерно 7 лет. А вот эти ледяночки, эти снегокаты, это вот много чего для тех, кому возраста поменьше.